Наверное, я себя с букетом ассоциирую. Я то розой бываю, то незабудкой, то ромашкой, то просто какой-то травинкой, каким-то клевером. В этой жизни в производстве я попробовала многое. Здесь мы одна большая семья. Болеем друг за друга, переживаем. Это очень здорово, когда ты живешь своим делом, своей работой и гордишься этим. Легкая промышленность – это уникальная отрасль нашей экономики. Это красивая отрасль. Я горжусь тем, что я причастна к тому, что мы создаем для наших замечательных людей интересные модные изделия. Поднимаем настроение, создаем комфорт. Ты видишь это на этапе разработки, когда создается модель. Ты ценишь, радуешься за коллег. Я вообще такая, знаете, из глубинки деревенская девочка, поздний ребенок. Вокруг меня всегда были взрослые люди. Я такая выросла, наверное, с детства. Организованная, ответственная, любящая труд, потому что надо было трудиться. И мне хотелось всегда хорошо выглядеть. Был у нас дефицит в стране. Покупала разные ткани, шла в стол раскроя. Тогда уже смотрела журналы мод и создавала для себя изделия. Когда пришло время выбора профессии, я, вы знаете, даже не задумалась. Я решила, что посвящу себя отрасли легкой промышленности. Я проходила свою первую практику на фабрике «Красная заря». Как сегодня я помню, я сучуживала выточку в полочке женского пальто. Я знала, что я отучилась, я получила знания, получила эмоции. Я посмотрела красоту столицы Советского Союза. Но пришло время вернуться домой, находить себя нужной своей любонщине, солигорщине. Здесь была солигорская фабрика бельевого трикотажа. И я пошла туда. Я работала бригадиром на конвейере швейном. И ее провели ко мне на стажировку. Было все интересно. Как эта строчечка? Вот что шва не видно, что еще? Вы знаете, как сейчас помню, такая гордость, да, такая огромная страна. И фабрика солигорская. Я увидела здесь изделия. Это, вы знаете, так вот как-то очень горда была, да, за солигорск. Наша продукция вот уже 53 года, да, предприятию у нашего покупателя огромный выбор. Да, очень сейчас модно стало использовать такие наши белорусские добрые слоганы, каханья, васильки, выдержки стихотворений наших белорусских поэтов. То есть вот эта белорусскость наша. И очень приятно, что это любят наши молодежь, наши дети, наши мамы. Этот человек очень любознательный, творческий, инициативный, имеет очень высокую работоспособность. Имея такой потенциал и такой огромный опыт, я считаю, мог бы справиться с любой задачей. Вы знаете, руками мало делаю. В основном делаю мозгами. Люблю организовывать. Когда меня спрашивают, что вы любите в жизни, что умеете, я отвечаю, я умею только руководить. Она любит свою работу. Она знает, как надо общаться с людьми. Когда возникают какие-то вопросы, они знают, к кому можно обратиться, и этот человек всегда придет на помощь. Лидерство – это, во-первых, быть очень умным, грамотным, хорошо владеть своим делом, уметь изложить вот это своим окружающим, уметь повести, вдохновить. Чем вдохновляю? Ну, личным примером. Ну, а кто, как не мы, должен делать эту жизнь красивее? Женщины у меня очень активны. Ну, работать в мире моды и не быть активными – это, наверное, так не бывает. Люди, которые причастны к созданию нового продукта, они, безусловно, они энергичны, они умны, они активны. Вместе мы с силами. Вообще, женщины – это мощь. Женщина сегодня может сделать эту жизнь лучше. И созидательная красота, да, и трудолюбие, и любовь, и ласка, и доброе слово – ну, это же такие неотъемлемые части, которые делают нашу жизнь лучше. Работу, которую она проделывает, конечно, не назвать лёгкой. Всегда надо учитывать обстоятельства, в которые человек попал, какие-то жизненные ситуации у людей. Поэтому ей приходится действовать по обстановке, быть психологом иногда. Мы должны созидать вокруг себя красоту, добрые поступки, красивые дела, просто с уважением, добром относиться друг к другу, начиная с семьи, прививать любовь, ценности, прививать, говорить об исторической памяти, говорить о своих предках, нашим детям. Они как губка впитывают каждое слово, им так это всё интересно. Моё сейчас основное хобби – это внук и дача. Осталось от родителей моя батька, мужчина, моё место силы, чтобы немножко отвлечься от городской суеты и просто сбросить всё негативное, отдать природе. Благодарна сегодня Господу, что я прошла все стадии становления женщины. Жена, мама, тёща и бабушка. Это очень здорово. Благодарна своей семье, своим детям, что они живут рядом со мной. И сегодня позволяют мне проживать вот эти такие красивые чувства. С дедушкой они обсуждают тему Великой Отечественной войны, тему армии. Ему это очень интересно. Мы посещали линию Сталина. Я так была тронута. Даже с ним пели гимн. Он говорит, бабушка, а ты знаешь гимн Республики Белоруссия? Я, конечно, говорю, дружочек. Я запела, он подхватил. Вы знаете, какое-то счастье, какая-то гордость, да? Мы очень часто беседуем над темой о том, что он мужчина. Он должен иметь хорошее образование, он должен иметь хорошую специальность, чтобы приносить пользу и своей стране, и своей семье в первую очередь, потому что он гарант защиты, опоры. Вычитал очень хорошую такую фразу, что такое счастье, да? Счастье – это спокойствие души и здоровье тела. Поэтому вот я себе хочу пожелать как можно дольше этого счастья, спокойствие души разумной, красивой, с готовностью еще на хорошие поступки и для своей совокурщины, и для своей меньшины быть полезной. Вы знаете, каждый патриот должен любить все то, что он делает. Он должен любить свою семью, он должен любить, уважать, ценить своих коллег, уважать приоритеты нашей страны. Они очень значимы. Это социальная направленность, это мир, это всевозможные гарантии и права, которые мы имеем. Ну, патриотизм – это любовь. Это любовь к себе и любовь всего того, что тебя окружает. У меня есть такое стихотворение. «Запомнилось мне от рождения, чтобы жить два слова. Два слова – глаголы. Любить и творить. Два слова – всей жизни основа. Любить и творить каждый день, каждый час, без пауз. Они неуместны. Ведь столько возможностей в каждом из нас. Ведь каждый из нас – как оркестр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова